Супермодели России 2007. Вы мечтали узнать всю правду о двеноногих красотках? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ни одного не собираюсь собрать телефоны, потому что я думаю, Муз-ТВ это любимый канал моей жены. Алик из Трио Фрэш Арт принял роды у жены. Я подошёл, помыл руки по локтам. Я готов. Врачи, они чуть-чуть уели. Эксклюзивные интервью с героическим отцом и счастливой мамашей только у нас. Гангстар-рэпер Серёга снял себе чик и показал, чем занимается на досуге широкой общественности. Эксклюзивные кадры прямо из Бани. Сегодня в проновостях. Дмитрий Дебров больше не интересуется девушками, а Роман Архипов стал ещё больше похож на Клаудио Шифер. Вы спросите, как такое возможно? Мы ответим. После того, как Оксана Фёдорова вышла замуж за немецкого перца, возможно всё. Говорят, что все мужчины очень противоречивы, прячут доллары в паспель. Сердце съёжило кручено, я печенье с капучино, почему я не модель? В столице прошёл воистину самый противоречивый конкурс красоты. Супермодель России 2007 года. Только представьте, какой груз ответственности лёг на плечи жюри. Из всех русских красавиц. Одна другой краше выбрать ту единственную, которая затем будет штурмовать титул самой, что ли на есть, супермодельной модели мира. Беспристрастным оставаться сложно, но можно. Ни одного не собираюсь собрать телефоны, потому что я думаю, Муз-ТВ – это любимый канал моей жены. Браво, Павел! Что значит школа? А вот другие ценители красоты стреляли телефоны, как заведённые. Да и в показаниях путались. А девушки меня не волнуют с некоторых пор. А кто же волнует? Только одна из них. Боже мой, как же её вот имя рассекреете? Так я вам и сказал. Бывают такие девушки, которые отобьют всякое желание. Но Дмитрий не убоялся возрастающих трудностей и продолжает попытки уволочь свою прелесть под венец. Но не тут-то было. Вы собираетесь иметь с ней общих детей? Давайте ещё о чём-нибудь поговорим. Я-то собираюсь, а она вряд ли. Давайте ещё о чём-нибудь поговорим. А почему она не собирается? Ей не хочет? Да вы у неё спросите. Моя мечта, чтобы меня весь мир узнал, и я покорила весь мир. А замуж? А замуж уже потом. Мечты сбываются, и начинаются всё новые мечты. Вот Оксана Фёдорова и не мечтала выйти замуж. Однако же непоправимое случилось. Мы очень похожи. И много-много всевозможных планов. А вот он такой же молодой, пылкий, как и я. Мужчины, куда вы смотрите? Народное достояние досталось самому обыкновенному немецкому парню. Мы общаемся на английском языке. Сначала было очень тяжко. А сейчас хорошо. То есть мой язык заметно подтянулся. И поэтому сейчас нет проблем, тем более, что он собирается учить русский. Правильно, Оксана, пусть знают наших. Глядишь, и станет великий и могучий самым интернациональным языком мира. Я пью пиво, и он пьёт водку. У нас происходит взаимный обмен и обогащение знаниями. Обогащать и без того богатые познания собрался и самый главный блондин русского попа. Причём методы хотел применять тактильные. Я пришёл, меня посадили на первый ряд. То есть я буду всё лицезреть прямо воочию. Можно даже потрогать, наверное, только не сильно, а то могут охрану выйти. Осторожный, Роман. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Мне повезло. Я такой один из первых мужчин, который стал лицом ювелирной компании, который в основном специализируется на женской продукции. Я думаю, твои волосы сделали своё дело. Потрясающе. Я думаю, да, вот они до сих пор ещё уложены. Красота. Прям Клаудия Шифер, ей-богу. Ну что вы, я ещё не дорос до такого уровня. Где Клаудия, где я? На что только не пойдёшь, чтобы попасть в мир длинноногих вешалок. Главное, чтобы в момент попадания реально не попасть и не повеситься. Просто очень длинный шлейф, он тоненький. Вообще так изысканно, поэтому вдруг кто наступит, я его и подняла. Ну, платье очень красиво, очень удобно. Видите, какой вырез на платье. Это же много случаев бывает. Можно мелочи довести так, что просто ужас. Субтитры сделал DimaTorzok